Добрый вечер. В эфире программа «Револьвер» и сегодня вторник, и моя очередь ее вести. Меня зовут Игорь Барцец, я декан Международного института государственного службы и управления Академией при президенте Российской Федерации. И, думая о теме сегодняшнего эфира, я заглавил ее так «Украина в судьбе России». Два повода. Пожалуйста. 28 января 1992 года, ровно 22 года назад, Верховный След Украины постановился считать синий-желтый флаг национальным флагом Украины. В этот же день, правда, 218 лет назад, в 1796 году, в составе России были созданы Волынская, Киевская, Малороссийская и Новороссийская, а также Подольская, тогда Подольск был Каменц-Подольским, современная видница, губернии. Воспользуемся этими датами, чтобы поговорить о роли Украины в истории России, о ее влиянии на современное развитие и на будущее нашей страны. Я очень рад, что сегодняшний мой гость, один из ведущих специалистов в области украинистики, известный ученый, профессор, доктор исторических наук, представляет кафедру истории южных и западных славян Московского государства университета имени Ломоносова, а главное для сегодняшнего эфира то, что это руководитель Центра украинистики и белорусистики Московского государства университета Михаил Владимирович Дмитриев. Михаил Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Очень приятно. Вы знаете, вот придумал одно условие перед эфиром, и это условие, возможно, не всем понравится, прежде всего слушателям. Я предложу требования и к себе, и к вам, и к слушателям. Отрешиться от трактальных проблем, от происходящих в Киеве событий, не упоминать ни самого понятия Майдан, Евромайдан, его производных, не оценивать современных руководителей украинского государства и оппозиции, не упоминать фамилии Янукович, Кличко, Азаров, отставки. Получится ли, не получится, посмотрим, а вернее послушаем. И, огорев это условие, я вопрос задам, чтобы сразу его нарушить, но только один раз, и тем самым подать пример. Я хотел спросить, почему все-таки, когда состоялся исторический бой Владимира Кличко и Александра Поветкина, это было событием года, не только спортивным, и даже не столько спортивным, а сколько, ну, если угодно, вот сошлись два славянских богатыря земли русской, и этому, вот даже на уровне подтекста, придавалось некое даже политическое звучание. Ну да, вы знаете, в этом есть какая-то ирония нашей нынешней жизни, потому что из тех нескольких редких футбольных матчей, которые я в своей жизни посетил, я помню, первым был Спартак-Москва, Динамо-Киев, да, был очень оживленный матч, меня туда привел мой приятель, никакого отношения к противоборству России и Украины в те далекие годы это не имело, да. Это не то, чтобы был русский агрессивный империализм, который считал Украину своей провинцией, а Киев столицей этой провинции, а просто не было вот такой идеи, что, несмотря на то, что мы украинцы и русские, вот, мы не составляем одного народа. Ну, как мы знаем, вот, начиная с той приблизительной даты, которую вы сегодня упомянули, 92-й год, можно сказать, даже 91-й, все пошло в каком-то другом направлении, я так очень грубо скажу, скорее в направлении, которое историки, по крайней мере, прежних веков называли движением вспять, или, если хотите, реакцией в нейтральном смысле слова. И вот тот факт, что вот матч между двумя боксерами, Кличко и Поветкиным, воспринимался или еще больше даже подавался, скорее, нашими средствами массовой информации, как борьба двух национальных героев, это, скорее, печально, да, потому что ни о чем, в общем-то, хорошем это не свидетельствует, ничего хорошего эта тенденция нам не сулит. И самое главное, с исторической точки зрения, никакого такого оправдания, вот, противопоставления, противопоставления Кличко и Поветкина, как противопоставления двух, так сказать, моделей национальных героев, оно, в общем-то, не находит в историческом оправдании. Ну, с другой стороны, все равно было забавно, хотя вот буквально два среза, чтобы эту тему прикрыть. На следующий день все говорили, что мы проиграли, мы, это кто, вот, было совсем непонятно, но мы все-таки проиграли, прохляп проиграл Александр Поветкин. Но я всегда вспоминал другую небольшую такую зарисовку, что когда незадолго до этого мне пришлось быть в Нью-Йорке, и были большие билборды, плакаты с изображением украинского боксера, мне все американцы показывали, говорили, смотрите, ваш русский боксер. И я не стал отрицать, но русский, значит, русский. Вот, все-таки, вот, мне кажется, очень хороший пример нашего единства во внешнем мире, когда нас зачастую рассматривают как некое единое целое, при этом мы стараемся себя друг другу противопоставить. И я хотел бы подвести к вопросу такой. Ведь очень интересная, мне кажется, была книга Леонида Кучмы, который долго думал, что такое Украина, и издал замечательный труд через отрицание «Украина, не Россия». Ну, вот книга Леонида Кучмы, это, как раз, прекрасный пример того, как на самом деле делаются национальные противостояния, конфликты. И с исторической точки зрения это все, ну, грубо говоря, очень банально. Это происходило на протяжении последних 200-300 лет. Многократно, чаще всего, в общем-то, это имело массу осложнений. И то, что вот мы переживаем в течение последних 20 лет, это вот как раз пример того, каким образом фактически элиты государств и элиты обществ, в том числе журналистские элиты, вот некоторые камеши в огород нашей радиостанции тоже, делают из такого сообщества, которое могло бы жить бесконфликтно, сообщество внутренне конфликтующее. И вот тут можно сослаться не только на то, что вот, когда вы были в Нью-Йорке, украинцы воспринимали как русских, русских воспринимают до сих пор, как, в общем-то, ту же самую общность людей, что украинцы и белорусы. А дело в том, что есть просто однозначно ясные, значит, слои в нашей исторической памяти, которые мне казались до недавнего времени неприкосновенными. Для меня никогда, и не только для меня это подтверждается историческими исследованиями, исследованиями культурологическими, литературвическими тоже, никогда не было представимо, что вдруг, скажем, война отечественная 1941-1945 года не будет войной, ну, как советского народа против единого врага. И, насколько я знаю, в исторической памяти нынешнего украинского общества, на это тоже есть исследование, в основном именно такая схема нашей, значит, прошлой войны держится. Спасибо за начало дискуссии. Я надеюсь, что по ходу ее к ней будут присоединяться наши слушатели. Я должен обозначить телефон, телефон студии 65 10 99 и 6, и выбирая код города Москвы, выберите все-таки старый код 495, и мы будем рады с вами пообщаться в эфире. Ну, также вы можете писать на сайт финам.фм на страничку программы «Револьвер». Напоминаю, телефон студии, код 495, сам номер 65 10 99 и 6. И все-таки мы продолжаем нашу дискуссию, ну, пока такую затравку ее, с Михаилом Владимировичем Дмитриевым, директором Центра украинистики и белорусистики Московского государственного университета. И все-таки, согласитесь, если мы вдруг обозначим, ну, вот, пришла бы мне в голову идея написать что-то о России, я бы не назвал ее «Россия – это не Казахстан», «Россия – это не Франция», ну, ясное дело, и Россия – это не Украина. Но в то же время, вот почему самоутверждение украинского государства идет из именно отрицания своей принадлежности к единой русской цивилизации? Ну, вы знаете, таким образом шло самоутверждение украинского государства, вернее, форматирование вот нынешней исторической памяти украинского общества одним человеком в данном случае и каким-то, значит, сообществом его советников, консультантов во вторую очередь, да? И почему это делалось, ну, с точки зрения не только исторической, но и с точки зрения здравого смысла как-то более-менее понятна. Нужна формула, которая позволяет элитам одного недавно сложившегося, обособившегося государства противопоставить себя элитам другого государства и претендовать при этом, что они опираются на глаз народный, да? Ну, ничего лучше, чем формула того, что мы, не они, придумать невозможно, это сто раз проверено, это хорошо действует, а потом можно включить соответствующие пропагандистские рычаги, программы обучения. Но мы лучше, чем они и так далее. Ну, даже не обязательно лучше, просто разные, да? Вот. А голоса тех, кто говорит, ну, конечно, мы разные, но, скажем, я знаю, нижегородцы тоже не то же самое, что просто новгородцы, а новгородцы это не то же самое, что саратовцы. Если вы помните, какое-то время назад, в 90-е годы, значит, губернатор, или как, ну, губернатор, кажется, вот, Екатеринбургской области, Россель, выдвинул проект создания Уральской республики. Так не видно совершенно. Будет просто называться Уральская республика, административно будет то же самое. Но теоретически, можно себе представить, что, скажем, уралчане однажды скажут, что, вы знаете, Урал – это не Россия, да? Как когда-то было особенничество Сибири, так называемое, когда говорят, Сибирь – это не Россия. То есть, механизмы здесь проверены историей, да? Я еще раз подчеркну этот главный мотив, если хотите, или печальный и главный мотив, то, что в истории, к сожалению, есть попятные движения. То, что сейчас происходит не на уровне государственного общения между Украиной и Россией, а на этом вот водоразделе наших исторических памятей в этой области, где мы, к сожалению, все больше и больше друг от друга отдаляемся, я имею в виду и университетскую среду, в частности. Вот здесь мы наблюдаем такой откат назад, на мой взгляд. Спасибо. Но вот, если позволите, значит, мы понимаем, что украинское общественное мнение строится на отрицании своей преднадлежности к некой крупной, возможно, суперэтносу, как мы видим, русский суперэтнос, многие наши ученые и историки, и просто политологи. Но давайте вернемся в Россию. Как мы смотрим на Украину? Считаем ли мы, что Украина… То есть, смирились мы, сознали ли мы, осознали ли мы, что Украина – это независимое государство, что есть государственная граница, за которой же другая страна, да, похожа на нас народ, да, говорящий на нашем языке. Вопрос такой. Не относимся ли мы по-прежнему к Украине, как к Малороссии? Вот, знаете, опять-таки вопрос, ну, с точки зрения такого придирчивого, если хотите, университетского преподавателя, поставлен некорректно, потому что общественное мнение – это не что-то, что существует само по себе, да. Его формирует сначала детский сад, потом школа, потом университет, потом радио, телевидение и другие всякие институты, но оно существует с какого-то момента в каких-то своих тенденциях. Вот, действительно, тенденция в современном общественном мнении в Украине или на Украине состоит в том, что все больше и больше создается убеждение в том, что вот украинцы – это не то же самое, что россияне, не то же самое, что русские. Я с печалью могу наблюдать равным образом тот факт, что вот ту среду, которую я хорошо знаю, среду киевской интеллигенции, разных профессиональных ориентаций, вот она за последние 15-20 лет, к сожалению, эволюционирует в сторону вот такого отдаления от России по разным причинам, в том числе и в значительной степени по нашей вне. Извините, может, нам самим признать, что украинцы – это не русские, что Украина – это не Россия? Да, вы знаете, ну, во-первых, вопрос об украинце – русские и не русские – это вопрос, который всегда требует уточнения о том, что, собственно говоря, мы тут имеем в виду, и сейчас, наверное, в него мы не можем входить. Но что касается вот в принципе того, как у нас мы сейчас смотрим или должны были бы смотреть на Украину, то я бы сказал бы следующим образом, да, ясно, что, на с точки зрения, ну, общечеловеческих таких гражданских, разумных, мудрых критериев нет никакого другого пути, как сказать, да, украинцы, как нация, как политическая нация, свой выбор сделали, да, украинцы в большинстве своем, абсолютно все, даже в Луганске, в Донбассе, где-нибудь в Николаеве, они не хотят быть сейчас частью единого политического целого, единого государства с Россией, ну, хотя бы потому, что они не хотят служить в той же самой армии, в которой служат, доложим, жители, я не знаю, Воронежа и так далее. Это свершившийся факт, но самое главное, в нем нет ничего драматического, может быть так, может быть иначе. Главная драма состояла бы в том, что интеллигенции и такие профессиональные, так сказать, преподаватели и, так сказать, как опинионмейкеры, так сказать, те, кто создает общественное мнение с двух сторон, вот стали бы муссировать, педалировать эту тему. Есть ли основания для того, чтобы с исторической точки зрения обосновывать, ну, такую мифологему или идеологему тому, что русские украинцы не могут жить вместе, не могут поддерживать добрососедские и такие интегрированные отношения, на мой взгляд, совершенно никаких нету, да, не только потому, что из истории разные уроки можно вывести, а потому, что действительно объективно существующие, если есть что-то объективное в истории, вот предпосылки много больше бросают на весы того, чтобы русские украинцы смотрели бы друг на друга, как на две очень близкие к друг другу сообщности, чем наоборот. Хотя, конечно, есть разные тенденции у нас и у них, И многое, опять-таки, зависит от нас, как преподавателей, как пишущих людей, как журналистов и так далее. Но, вы знаете, вот спор о месте Украины, ясное дело, что это Восточная Европа, ясное дело, что это наш сосед. Но мне кажется, что постепенно мы осознаем то, что для нас Украина, наверное, самое важное государство. Что без Украины, без выстраивания отношений с этим новым независимым государством, трудно представить, какой будет наша страна, какой будет Россия в будущем. Здесь можно привести и известную фразу давнего нелюбителя России, который говорил, что империя без Украины будет в конечном счете означать, что Россия станет более азиатским и более далеким от Европы государством. Понятно, что мы находимся, если угодно, в некой такой борьбе интеграционных группировок за Украину в данном случае. И у России есть свои политические интересы. Какие это политические интересы? Почему Россия так заинтересована в Украине и почему Россия так, если угодно, с большими усилиями, в том числе и финансовыми, включилась в эту борьбу, мы поговорим после паузы в эфире программы «Револьвер». Я прошу присоединяться наших слушателей. Телефон студии 65 10 99 6, код Москвы 495. И мы обсуждаем тему «Украина в судьбе России». Добрый вечер. В эфире программа «Револьвер». И мы сегодня говорим о роли Украины в судьбе России. Я Игорь Барцевец, представляю Академию президента Российской Федерации. И у меня в гостях Михаил Владимирович Дмитриев, профессор, доктор исторических наук, руководитель Центра украинистики и белорусистики Московского государственного университета. Я рад, что к нам присоединился. Павел. Павел, добрый вечер. Да, здравствуйте. Может быть, такой не совсем по теме вопрос, но как бы все равно относящийся к событиям. А 7 февраля Олимпиада начнется у нас в России. А с другой стороны, совсем рядом Киев, там, ну, на грани гражданской университеты. Как бы все принципы нарушены, да, то есть должен быть мир на земле во время Олимпийских игр. И вот как, успеют, не успеют, или, в общем-то, здравый смысл вообще существует или нет? Спасибо. Павел, вы задали очень много вопросов. Успеют или не успеют? Существует ли вообще здравый смысл? Но мне кажется, его нет, иначе бы не было политики, иначе бы не было вот всего, что происходит вокруг. Но вот гадать не хотелось бы, но вот, в принципе, если ваш вопрос переначать, я задам его Михаилу Владимировичу в такой версии. Любое происходящее в или на Украине событие все-таки отражается в российской политической жизни, отражается в том числе на нашей стороне. Да, вы знаете, вот вопрос очень закономерный, понятный не только потому, что сейчас такая ситуация, но и по такой глубинной своей сути, потому что то, что сейчас происходит в Киеве, а равным образом то, что происходило в последнее время в российско-украинских отношениях, это все некая анормальность, это болезнь какая-то. Я надеюсь, что она будет преодолена. Я надеюсь, что то, что происходит в Киеве, не испортится Олимпиаду. Это не в интересах ни Украины, ни России, ни других участников. Но это вот фрагмент той общей проблемы, которую вы, Игорь, сейчас поставили. И я бы ее прояснил бы тем, что вот я прибег вот к каким-то параллелям. Вот давайте представим себе американцев, которые смотрят на Канаду. А поскольку я в 90-е годы долго преподавал в Канаде, в разные заезды, каждый раз по семейству, я это довольно хорошо знаю. Представить себе, чтобы между Канадой и Соединенными Штатами происходила бы конфронтация, подобная нынешней конфронтация между украинскими элитами и нашими элитами, это была полная катастрофа и для тех, и для других. Другая страна, в которой я долго провел время в начале 90-х годов, тоже преподавая, была Австрия. Представить себе конфронтацию между Австрией и Германией, это тоже что-то такое макабрическое и невозможное. Я думаю, что когда-нибудь мы придем к тому, что как американцы явным образом признают, что Канада независимое государство, но они не представляют себе Канаду в оппозиции к Соединенным Штатам. Немцы то же самое думают, правство и то же самое у нас после болезненного периода произойдет в украинско-российских отношениях. Это, на мой взгляд, в выгоде и украинских элит, и наших элит, и нашего общества, и украинского общества. Нам только нужно поскорее это осознать и выработать какие-то консенсусы. И тут я уж позволю себе откликнуться на такую вещь, которая мне кажется очень искренне симпатичной. Когда обсуждался вопрос о том, куда же все-таки идти в Украине, в Европу или в таможенный союз. Насколько я припоминаю сейчас, не особенно внимательно следя за новостями, Владимир Владимирович Путин предложил Европейскому Союзу обсуждать в треугольнике вопрос интеграции с Европой, одновременно и Россией, и Украиной. Мне кажется, что это вполне перспективная вещь. И мне кажется, даже более-то, единственное правильное, единственное, в общем-то, приемлемое. И в конце концов, я уверен, что к этому дело и дойдет, и надо, чтобы за это было бы минимально заплачено. Михаил, но все сравнения хромают, все сравнения государства хромают на обе ноги. И, ну, вспомним, что как-то Германия не удержалась видеть Ассио независимым государством. И появилось такое, по крайней мере, в мировом обиходе слово «аншлюз». Канада, конечно, независимое государство, но, как шутят сами канадцы, я извиняюсь перед послом Канады в России, что Канада – это глубокая американская провинция. По крайней мере, какие-то самостоятельных политических поползновений у Канады вне американской генеральной линии партии в последние годы, даже десятилетия не отмечалось. Но все-таки я хотел бы, знаете, поставить еще такой момент. Мне кажется, вот, конечно, за исключением последних событий, о которых мы догадались, не говорить, но мы с огромным удовольствием наблюдаем, знаете, вниманием за происходящим в Киеве, на Украине, за исключением гражданской войны и вот тех, я не знаю, ситуаций, которые именно сейчас, так, как развивается политическая ситуация. А мы смотрим на нее, понимая, что в какой-то степени, вот такую степень демократии в кавычках, Россия как крупная ответственная государство себе позволить не может. Мы не можем так поразвлекать средства массовой информации, телевидения, такими забастовками, акциями, дезорганизацией системы управления, потому что все-таки, ну, Россия несет на себе плечи, на своих плечах и какую-то мировую ответственность. Украина ее не несет. Вот как вы считаете, как мы смотрим на эти события, не последние, а именно на развитие, есть ли это некое отражение, как могло бы быть у нас, но как бы мы не хотели, чтобы было у нас? Ну, я бы начал с последнего, но не так драматически поставленного вопроса, потому что, ну, вот тоже сошлюсь на недавний пример, мне приходилось читать совсем недавно, на середине декабря французскую прессу, говорящую, значит, о том, что происходит в Украине и в России. Там звучал такой очень правильный мотив, что нужно понимать, писали авторы тех статей, которые я прочитал, я прочитал, что управлять Россией вещь несравненно более сложная, чем управлять даже крупной европейской страной, чем управлять Украиной, например. Управлять не в том смысле, что с центра, так сказать, и с центра видеть во все, так сказать, углы, смотреть и все держать под контролем, а в целом вот держать вместе и держать на поступательном ходу вот эту всю огромную нашу страну. Поэтому я с вами совершенно согласен, все с вами согласятся, что Россия по ряду причин, ну, действительно, объективно вот не может позволять иметь такой неустойчивый режим, который сложился в украинских землях или на Украине или в Украине. А что касается вот таких, ну, более глубинных вещей, в частности, вы упоминали Аншлю с 1938 года, вот, и я как раз вот вспоминаю, что вот как раз в центре Вены находится перед Хоубургом, такой, значит, не Хоубургом, а вот этим, ну, там, в центре, такая большая площадь, и мне вот австрийцы как раз, венцы рассказывали, делясь в частном разговоре дружеском, какое было в каком-то смысле страшно сильное впечатление, когда в 1938 году во время Аншлюса на этой громадной площади сыгрались бы громадные толпы людей, приветствовавшие Гитлера и так далее. Но, знаете, в истории, действительно, слава богу, далеко не все повторяется, хотя наша житейская мудрость очень часто говорит, что, мол, в истории все повторяется. Это совершенно неверно, да. И мне, конечно, сейчас совершенно ясно, что вот эти параллели не только хромают, они просто неубедительны, да. Спасибо. Хотелось бы узнать мнение Андрея. Андрей, добрый вечер. Алло, добрый вечер, Андрей. Я хотел вот какой задать, ну, как бы, может быть, вектор разговора. Все-таки, может быть, имеет смысл говорить о разных Украинах, и та часть Украины, которую мы сейчас видим в качестве инициаторов вот этого мощного движения антирусского, все-таки, может быть, ее стоит оставить в стороне и уже никакие иллюзии не питать на счет какой-то общности русского мира. А говорит все-таки о Малоруссии, о той части, которая традиционно, в общем, соотносилась именно с Россией. Спасибо, Андрей, за смену направления, потому что, действительно, даже в анонсе мы говорили о том, что сегодня дата, когда 218 лет назад в рамках современной Украины были образованы Волынская, Киевская, Малороссийская, Новороссийская и Подольская губерния, они отличались друг от друга и по этническому составу того времени, и по культурным особенностям. Действительно, а сколько Украин-то? Мы как-то их, говорим, одна, но есть желающие увидеть две Украины, три Украины, ну, не будем вспоминать старую советскую комедию, так сколько Украины мы можем увидеть на политической карте мира, хотя есть старая шутка про глобус Украины. Ну да, может быть, две, может быть, три, но не больше трех, но вот вопрос, поставленный нашим слушателям, Андреем, в высшей степени уместный и удачный, да, потому что, действительно, в нашем сознании историческом, вот я имею в виду российского общества, читающего больше или меньше, да, отсутствует, к сожалению, вот ясное осознание того факта, что, действительно, есть две разные траектории в развитии историческом Украины, есть западная Украина, но это вот даже не Волынь, например, а не Подоле как таковая, это то, что вошло в состав польской короны, польского королевства, еще аж в сороковые годы четырнадцатого века, да, ну и потом расширялось. Это то, что потом стало Галицией, восточной Галицией, западной Галицией, как частью Австрийской империи, а потом Австрийской венгерской империи, западную часть составляла нынешняя Малая Польша во главе, Малая Польша во главе с главным таким городом Краковом, восточную, соответственно, нынешняя Западная Украина вместе с городом Львовом. Вот недавно со старшей дочерью готовились экзамены по истории, очень переживали, что вот очень давным-давно-давно, но Галицкое-Волынское княжество как-то постепенно отошло под влиянием польских земель, нежели... Ну, об этом можно переживать, можно смотреть на это просто вот с такой нейтральной перспективы, но дело даже не в том главном образом, что было в четырнадцатом или пятнадцатом веках, а что произошло как раз вот в то время, которое вы упомянули после третьего раздела Речи Посполитой, вот после девяносто пятого года, когда так называемая правобережная Украина оказалась в составе Российской империи, в частности, Волынская губерния, а, соответственно, вот часть Западной Украины, то, что мы сейчас называем Западной Украиной, оказалась в составе вот австрийской тогдашней монархии, и дело не просто в политической принадлежности, а дело в том, что были громадные различия в институтах, в языке, в культуре, в системе, в конце концов, образования, внешнеполитических связей, может быть, даже торговых связей, экономических форм, которые действительно сделали эту Западную Украину существенно иной Украиной, чем остальная. Ну, а дальше надо все-таки тоже отдавать себе отчет, что это все не окончилось даже тогда, когда окончилась Австрия-Венгерская империя в 1918 году, а вот эта часть Украины плюс еще значительная часть вот этой как раз Волынской территории оказалась в составе Польши после 1920 года, ну и окончательно после 1923 года, еще, соответственно, где-то почти что 20 лет, скажем так, да. И это не просто фактор вот континуитета между тем, что было в этой Западной Украине и тем, что осталось в этой Западной Украине после 1945 года, но это одновременно громадный фактор памяти, да. И, конечно, вот нужно нам осознавать, что украинским элитам очень не сладко, да, вот тем, кто хочет удержать вот эту страну по настроениям, по ориентациям на едином пути, очень сложно примирить и памяти, и желания, и амбиции. Ну и кроме того, как историки, как просто люди наблюдающие, ну мы не можем не согласиться с тем, что вот на Западной Украине, ну не то, что соблазн, скажем так, а вот такое мрия, как украинцы говорят, вот мечтание о том, что быть в Европе, хотя бы на том положении, в каком в Европе сейчас Румыния, а еще лучше бы, конечно, на таком положении, как Польша. Это очень соблазнительно, да, по ряду параметров совершенно. И это представляется там реалистическим, в общем-то, хотя я не думаю, что это очень реалистично, но не в этом дело. Вот как фактор исторической памяти и как фактор, значит, нынешних вот преференций, это невероятно важный факт. И как украинцам с этим и быть, я имею в виду элитам украинскими, никто толком не знает. То есть ничего нового, извечная борьба Московии и Польши за влияние на Днепровские земли? Нет, 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 совершенно не так. Это, понимаете, вот мы попадаем здесь в ту же самую западню, в какую мы попадаем, когда ставим параллель между Аншесом 38-го года и нынешним, эвентуальными там развитиями. Нет, 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 я привел просто как хромающее сравнение, не более того. Да, да, вот если это, так сказать, сравнение, от которого мы можем оттолкнуться, как от заведомо ложного, для того, чтобы потом искать какие-то более корректные и продуктивные, это идет. А если нет, так нет, конечно. Но с другой стороны, все равно Польша, ну такой духовный наставник украинской демократии, в кавычках, для всего мира, ну как бы в подаче европейских, да и таких мировых средств массовой информации, Польша смотрящая за развитием демократии, польские представители регулярно приезжают посмотреть, как же она там развивается в не ту или ту для них сторону. Россия это некая костная консервативная линия, но при этом, если мы посмотрим всю историю, всегда Россия помогала, Россия оказывала огромное культурное влияние и влияние все-таки русской культуры, языка, господи, не к вечеру будет помянуты даже русской поп-культуры, такой, знаете, взаимообмен, когда половина нашей эстрады, выходцы, гастарбайтеры, извините, из Днепровских земель, поют все-таки не по-русски, уже в такой вот версии возвращаются к себе на родину, и вокальный инструментальный ансамбль «Гра», который мы все так любим, это тоже все-таки украинская линия, красивая украинская линия на нашей русской земле. И тем не менее, почему вечно украинская элита смотрит на Запад, не получая ничего от Запада, Запад не дает ни денег, он не привык их давать, Запад не дает ни культурного влияния, потому что сегодня все-таки двуязычная Украина, и все равно украинская элита продолжает, вывернув шеи, смотреть в сторону Запада, а не на Восток. Я вот опять-таки не уверен, что мы хорошо знаем, как на самом деле сейчас мыслит будущее Украины, в чем видит выгода от того или иного решения украинская элита в Днепровском регионе, на юге, вообще общенациональная элита и так далее. Мне кажется, ну я конечно не специалист, поскольку я занимаюсь давними временами, но мне кажется вполне очевидным, эмпирически проверяемым тот факт, что с точки зрения интересов действительно всего украинского общества, и в том числе и его политических элит, и элит предпринимательских, союз и сближение с Украиной, я даже позволю себе юридическую мысль насчет этого таможенного союза, выгоднее, чем что-либо другое. В частности, то, что я вот тоже успел прочитать, в конце ноября выяснялось, что вот этот вот курс на евроинтеграцию не сулил в ближайшей, по крайней мере, перспективе никаких финансовых влияний, никакого реального вклада Европы в технологическое обновление, предполагалось нам обязательства со стороны Украины, а Россия предлагает что-то иное. То есть тут, в общем-то, я думаю, что когда мы говорим, что элиты вот все смотрят на Запад, это не совсем верно. Другое дело, что, конечно, ну, опять-таки, вот будь я каким-то там украинским бизнесменом крупной руки, конечно, я боялся бы того, что мой там бизнес стальной или угольный окажется неким предаточным звеном в каком-то более глобальном бизнесе российском, да, тут есть какие-то свои вещи, о которых я толком ничего сказать не могу, но чувствую, что там непросто. А вот нет еще и такой линии, как линии в российском сознании, в нашем отношении, что-то какая Украина у нас неблагодарная. Сколько сделали, присоединили, от поляков спасли, шведов победили, Тарасу Шевченко от красного права освободили, ну, вот 15 миллиардов, в конце концов, недавно дали, и все равно никакой благодарности массовые выступления все-таки за интеграцию с Европой. Да, это, конечно, все есть, как некая такая тенденция, но вот эта тенденция могла бы быть уравновешена каким-то здравым диалогом от того, о том, что мы реально получаем от Украины, чего мы реально не получаем от Украины, но я вот поделюсь в данном случае своим таким обывательским, скорее, в нейтральном смысле слова впечатлением. Мы можем легко представить себе, каким бы чудовищными для нас обернулись бы финансовыми потерями, вот строительство, положим, действительно границы между Украиной и Россией, о чем шла речь какое-то время назад, когда еще был президент Ющенко. Ну, я думаю, это была не более чем игра. Ну, как, там речь шла о каких-то довольно серьезных вещах, вот представить себе это было бы кошмаром, так сказать, даже с финансово-экономической точки зрения. Я думаю, что этого никогда не состоится, а вот то, что есть, конечно, в нашем общественном мнении такая линия, конечно, это, да, это факт, но не единственный. Но может нам все-таки стоит отрешиться вот от этого осознания благодарности-неблагодарности, отойти от осознания того, что, знаете, даже такого несколько, извините, уничижительного отношения. Мы иногда смотрим на Украину с любовью, но с юмором. Нам нравится украинский язык, мы говорим, ну, как бы похож на наш, но какой-то вот, ну, не совсем правильный. Вот нам нужно, наверное, отрешиться от этого отношения к Украине как государству, понять и осознать, что Украина это одно из крупнейших государств Европы, со своими собственными интересами и, наверное, все-таки переворачивая эту страницу, подумать, что мы можем Украине предложить не с точки зрения, там, кредитов, наличных, санкций или упреков, а как некую повестку дня, повестку диалога для развития российско-украинских отношений. Вот буквально в полминуты. Мне кажется, это абсолютно золотые слова. Нужно действительно осознать такую простую вещь, которая не является пустой фразой, что у нас масса общих интересов, общих потребностей, мы, чем, так сказать, ближе мы будем интегрированы без пренебрежения к друг другу, тем, конечно, лучше. И, конечно, вот на будущее я не могу сказать, что нужно было бы делать в политической области, технологической области, космоса, энергетики, угольной промышленности, разделы, там, Азовского моря и так далее, но в области гуманитарной, которая мне близка, одна из главных, для меня, бросающих в глаза трагедии нынешнего времени, это обособление, скажем так, университетского мира украинского и университетского мира российского. И сколько мы не пытались за последнее время что-то такое здесь делать, у нас не получалось. Я надеюсь, что это когда-нибудь будет преодолено, и мы снова станем таким единым университетским миром. Спасибо к призыву к университетскому уединению российских университетов, в данном случае Московского госуниверситета, Академии при президенте Российской Федерации, Дома Другима, наши коллеги. Мы завершаем сегодняшнюю программу «Револьвер», когда говорили об Украине в судьбе России. И в эфире были я, Игорь Барсов, и мой гость Михаил Дмитриев. До встречи в эфире программы «Револьвер». Всего доброго, спасибо, удачи. Продолжение следует...